Впечатлены, поражены, а местами даже шокированы. Европейские документалисты снимают фильм о природе Пермского края. Съемочная группа из Франции побывала на территории Вишерского заповедника и убедилась, что это практически единственная в Европе уникальная нетронутая экосистема. Фильм планируют показать на европейском телеканале Arte. Подробности узнала наша съемочная группа. Оборудование к работе готово. Оператор и режиссер-документалист Жан-Габриэль Лейно снимает красоты Вишерского заповедника. Ему помогает коллега-звукорежиссер. Французские кинематографисты несколько дней провели на заповедной территории. Сначала носили маски и обрабатывали руки антисептиками, но потом поняли, что здесь им эпидемия коронавируса не угрожает, ведь находились они в почти безлюдной тайге. Почти потому, что в экспедиции их сопровождали сотрудники Вишерского заповедника. Помогли организовать быт спецтранспортом, доставили на место съемок. Были в этой команде и ученые-биологи Российской академии наук. Один из них, Алексей Олейников, выступил в фильме «Экспертам». В лесах Вишерского заповедника, в общем-то, рождается Вишера. И как раз-таки вот благодаря этому массиву сохраняются все истоки. Она идеально чистая. И это тоже, в общем-то, отметила съемочная группа, которая могла спокойно пить воду из реки. Режиссер Жан-Габриэль Лейно создал более полутора десятков фильмов, которые получили множество международных наград. В этот раз история будет о том, как влияют на мировой климат естественные, не тронутые человеком леса. Для этого съемочная группа побывала в тропических джунглях Амазонии, а затем переместилась на Северный Урал. Снимали французы на горе Полют, на притоке Вишеры, реке Лыпья. Заходили вглубь тайги, нередко проваливаясь в подтаявший снег. Сроки работы были очень сжатые, и с гостями удалось записать только аудиокомментарий. «Я был поражен красотой природы. Меня глубоко впечатлило то, что я увидел на территории Вишерского заповедника. Мне очень помогли его сотрудники. Я очень всем благодарен. И надеюсь побывать здесь снова». Биолог Алексей Олейников стал проводником кинематографистов в мир Северного леса, который ценен тем, что это гибкая экосистема. Нетронутые таежные массивы могут приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. «Они устойчивы. Они устойчивы к пожарам, они устойчивы к вредителям. Там никогда не будет массовой гибели деревьев, потому что они очень разновозрастные, разнородные внутри себя. И вот за счет этого они устойчивы. Самое главное, что они обеспечивают транспорт влаги. От океанов они затягивают влагу вглубь континентов». Фильм готовится к показу. В следующем году на франко-канадском телеканале «Арте». Его можно будет найти в интернете. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.